приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить фарш англосаксы опять затевают свои игры с попыткой управлять вселенной а вот борису джонсону как не везло так и не везет можно не сомневаться что причину его гиперактивности указали совершенно правильно уже давно он очень хотел занять пост генсека нато потому что столтенберг этой осенью все же уходит и кто займет его место вопрос не без интересный по предварительным данным соревновались и всячески выражали свою лояльность и способности два кандидата русла фон дер лайн и как раз таки борис джонсон причем кандидатура урсулы считалось уязвимой изначально потому что германия сейчас в опале да и британия мягко говоря не жалует немца в принципе а уж на таком важном посту тем более и считалось что освободившийся отдел борис джонсон вполне способен претендовать на этот пост но не все так просто британская telegraph пишет о том что риши сунак премьер-министр британии в ходе своего визита в сша который намечен на 7 8 июня намерен активно рекомендовать байдену назначить на должность генсека нато вовсе не бориса джонсона а нынешнего министра обороны британии бена уоллеса так что не прическа не русофобия не вечная веселость как-то не помогли в итоге другу борису пробраться на заветную должность не факт конечно что британская точка зрения победит и назначат именно того кто будет лоббировать лондон но зато уже ясно что самого джонсона даже не предлагают на этот пост так что шансов у него никаких но зато у наших не коллег и не партнеров англосаксов есть новая идея создать международную организацию по ограничению и контролю разработок в области искусственного интеллекта и пахнет это все заранее дурно учитывая официально объявленную вашингтоном и вообще коллективным западом стратегию на сдерживание развития эти технологии в россии и китае можно даже не сомневаться что вредными и опасными будут автоматически признаваться все разработки производящиеся в наших странах а вот американские и европейские будут точно также безопасными и пригодными как у них сейчас сжигание угля считается экологичным зеленым и безопасным для климата а вот российский газ и атомная энергетика внезапно угрожает всей планете по словам англосаксов эта организация должна будет создаваться по принципу моготе который контролирует атомную энергетику но почему-то есть большие опасения что скорее это будет напоминать пресловутую вода где чужим спортсменам нельзя будет ничего а вот своим будут такие поблажки что даже не снилось как например пресловутые норвежские осматики которые принимают препараты улучшающие кровоснабжение мышц получив от вада разрешающие справки кстати моготе недавно оказалось вдруг снова втянута в политику причем не у нас как можно было бы полагать а на ближнем востоке как известно с ирана буквально явочным порядком снимают санкции а точнее международное сообщество пока еще формально соблюдает какие-то ограничения но вот стигматизация отношения к исламской республики как прокаженному точно закончилась страна активно вовлекается во все новые региональные структуры планы и соглашения стремительно избавляясь от многолетней изоляции очевидно что метод под названием этот мальчик плохой и папа геймон всем запретил строго-настрого с ним дружить больше не работает очевидно что за исключением европы всем остальным странам континента как-то стало плевать что там велел папа геймон так что теперь в региональной изоляции оказался скорее израиль причем надо полагать к огромному удивлению для самого себя и в силу той удивительной причины что из региона абсолютно вытеснили их главного покровителя соединенные штаты едва ли израилю такое по душе тем более на фоне того что резко начинает усиливаться именно иран вот нетаньяху и начал выдвигать претензии заявив на днях следующее иран продолжает лгать международному агентству по атомной энергетике магатэ капитуляция агентства перед иранским давлением черное пятно на его репутации безрезультатное поведение магатэ перед лицом этих слабых оправданий дает понять иранским правителям что им не придется платить никакую цену за свои нарушения и что они могут продолжать обманывать международное сообщество продолжая прилагать свои усилия с целью заполучить ядерное оружие вот только надо полагать что на ближнем востоке заклинания про оружие массового уничтожения вызовут и разве что аллергию напомнив о пробирке паула так что израилю придется что-то придумывать и креативить старые методы явно перестают работать а тем временем сша наступает время удивительных событий кандидаты в президенты официально говорят о том что вашингтон должен сделать россии уступки пойти на переговоры и начать договариваться и причина тому довольно просто и очевидно очень многим уже предельно понятно что главный противник сша это именно китай прямо скажем россия не угрожает экономической мощи штатов а вот китай вытеснил америку с позиции главного торгового партнера уже почти во всех странах мира включая даже европу собственно не случайно вашингтон так нервничал в последнее время если на каком-то этапе американской элите еще казалось что наброситься на россию смятие это хороший способ подобраться китая то теперь многие видят что это вообще не способ дело в том что дефицит времени никто не отменял если штаты не сумеют остановить китай сейчас то год спустя можно будет уже и не браться за эту задачу там уже все будет поздно правда при этом нынешняя администрация не хочет бросать и планы в отношении россии вот только никому не говорит как она себе это представляет тянуть конфронтацию на два фронта в то время как она и с одним то не может управиться вот поэтому и стали раздаваться призывы что с россии надо хотя бы на паузу как-то поставить чтобы заняться китая вплотную и как раз подобную идею озвучила некий хейли которая как мы помним уж точно никакой поклонницей россии не является вот что она заявила на необходимости объединиться с не европейскими странами включая россию для укрепления глобальной безопасности вы видите что саудовская аравия заключает сделки с китаем и это нехорошо для нас нам нужно чтобы они были с нами поэтому нам нужно объединиться с другими россии австралии японии израилем и это можно понять никогда еще америка не теряла союзников по всему миру с такой скоростью как сейчас лихорадочные попытки реанимировать хотя бы часть отношений или снять остроту конфронтации логичные обоснованы вот только вряд ли удастся дождаться подобного от обитателей белого дома там похожие взгляды на жизнь уже сформировались и вряд ли изменится а тем временем для сербии настает момент истины становится все яснее что прозападный вектор никакой лояльности запада не гарантирует скорее уж наоборот чем мягче и податливее ведет себе белград тем больше это воспринимается как признак слабости на западе и тем сильнее становится давление соответственно и на всех прозападных политиков сербии реакция становится жестче председатель исполнительного совета правящей сербской прогрессивной партии спп дарк аглишич сказал закрыть свой рот министру экономики рады баста которые ранее призывал ввести санкции против рф а теперь требует от президента начать аресты активистов мвд сербии сообщила воскресенье что мужчина 29 лет напавший на гражданина сша в ходе протеста оппозиции в столице сербии в субботу приговорен к 15 суткам ареста а американец к месяцу заключения так как не зарегистрировал пребывание в стране министр хозяйства и экономики рады баста который ранее неоднократно требовал от президента сербии александра вычища ввести санкции против россии на этот раз потребовал от него задержать негодяев которые нападают на народ и журналистов этот натовский негодяй баста пусть закроет уже свой рот те люди задержаны а какой он непорядочный должны бы его самого и его единомышленников заявил журналистом гришич субботу в белграде прошло пятое массовое шествие и митинг противников политики действующих властей сербии демонстранты прошли от скупщины парламента по центральным улицам города очертив обруч вокруг администрации президента в несколько кварталов официальных данных о числе участников нет оппозиционные сми сообщают о более чем десяти тысячах человек организаторы также сообщили об инциденте по их словам ультра правые активисты напали перед скупщиной на человека говорившего по-английски очередной протест состоится в следующее воскресенье 11 июня кстати напомню что еще одну восточноевропейскую страну польшу накрыли крупнейшие антиправительственные протесты на марш против права популистского правительства польши вышли сотни тысяч человек на здесь полмиллиона заявил оппозиционный лидер дональд tusk назвав протестную акцию крупнейшим политическим собранием с момента обретения польшей независимости сотни тысяч людей прошли маршем по центру варшавы знак протеста против права популистского правительства πp перед выборами которые должны состояться осенью пишет за guardian а нам дорогие друзья надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.